Во время Оно, прийди Иисус от Назарета Галилейского и крестейся от Иоанна в Иордании. Традиционные крещенские купания начались в 8 вечера в пятницу в Щелковском центральном парке культуры и отдыха на реке Клязьме и продолжились целые сутки. Администрация района начала готовиться к мероприятию еще в прошлом году. Были взяты санитарные пробы воды, обследовано дно водоемов, оборудованы деревянные помосты для спуска к воде, подходы к прорубям застелили душистым сеном. Свои рекомендации для купальщиков дал начальник спасательного отряда. Проводить купание только в специально оборудованных местах, иметь тапочки, какие-то нескользкую обувь, потому что можно поскользнуться, пораниться. Перед тем, как стоишь в очереди, ждешь своей очереди, надо сделать какую-то небольшую разминку. И особенно новичков касается не нырять по лынью, заходить спокойно, с головой погружаться только могут опытные, потому что могут быть спазмы сосудов и какие-то ситуации медицинского характера. И оптимальное время не более одной минуты. Также здесь оборудовано место, где можно вытереться и обогреться, и горячий чай, все тут организовано. Во всех местах массовых купаний дежурили спасатели, медики, полицейские, работали теплые раздевалки, все желающие могли выпить горячего чая с сушками. Мы готовы, были уже 16-го числа к этому мероприятию, а сейчас уже, как говорится, оценят нас уже люди, как мы подготовились к этому всему, дадут нам оценки. И такая оценка была дана. Как у вас впечатление от купания? Отличное. Отличное. Непередаваемое. Просто, я в шоке. На Медвежьих озерах, желающих окунуться в прорубь, было значительно меньше, но оборудованное место для купания по качеству ничем не уступало центральной площадке. А совсем рядом с Медвежьими озерами, в поселке Новый Городок, на территории бывшего 38-го полка связи, а с Нового года гвардейской бригады управления воздушно-десантных войск, после крестного хода от храма Георгия Победоносца также состоялось традиционное массовое крещенское купание. Участвовали в нем исключительно по желанию и военнослужащие срочной службы, и контрактники, и ветераны соединения. Первым пример подал командир. Весьма символичным событием стало то, что в день крещения Христова таинство крещения было совершено над двумя бойцами из молодого пополнения бригады. А тем временем на центральную площадку в Щелкове народ продолжал пребывать. И к полуночи, чтобы окунуться в прорубь, поклонникам крещенского моржелания надо было отстоять в очереди больше часа. Но все остались довольны. Купание в полунье на крещение – это не исконная, как принято думать, а совсем недавняя российская традиция. Прежде, до революции, совершались только крестные ходы у Иордани с освещением воды. Но, тем не менее, с каждым годом в нашей стране, окунающихся в прорубь в этот церковный праздник, становится все больше и больше. Сергей Дадыко, Сергей Василевский, Игорь Поляков. Телерадиокомпания «Щелково». Телерадиокомпания «Щелково»